Путин обсудил с Совбезом подготовку визита Лукашенко в Москву. Ну вы же понимаете, что он не подготовку визита, визит Лукашенко, большая птица, да, Лукашенко какой-то. Он обсуждал с Совбезом аншлюз Белоруссии, вот что он обсуждал. И совершенно очевидно, что туда и Мишустин приехал для этого, для того, чтобы пошагово, как сейчас любит говорить, разработать дорожную карту. Что пошагово делать и что там вчехлять в вате? Какую вату вешать вате на уши, да? Да, и Путин выступит на праздновании Дня города в Москве. Интересно, что он задвинет. Опять про войну будет рассказывать? Блять, вот что ты мне скажешь, что у человека в башке? Он куда не приходит, рассказывает про войну. То ли он так хочет воевать, так ему прям победить он хочет. То ли просто ему сказать нечего. Вот твое мнение. Может быть и то, и другое. Нет, ну там же они, видишь, они сидят, эти КГБшники, и думают, чем, значит, накачать вате мозги. Вот, что у нас есть? Медицина? Нет. Может быть, у нас вооружение какое-то есть. Ну, вроде вооружения нет, но можно мультиков наделать, чтобы было видно. Может, у нас спорт охрененный? Нет. Ну, ты про это говорил миллион тысячу раз. То есть, и соловей несколько раз. Осталась победа. Одна на всех, мы за ценой не постоим. Вот и все. А ты Зюганова-то слышал? Это выступление на там митинге, на котором он сказал, что Гитлер. Слышал, да? Ну, и все остальные уроды? Нет, ты сволочь. Да-да-да, про сволочь, что сжигал русских, евреев, цыган, поляков и все остальное, сволочь. Вот ты как человек, который лечит, ну, не лечит, но там, ну, да, лечит, так сказать. Болезни Альцгеймера, Паркинсона. Скажи, это уже или еще нет? Я думаю, ты знаешь, помнишь, как у этого, у Ильфа и Петрова, когда там Остап Бендер доворотил столько сложных подчиненных предложений, что же и не знал. Ибо, ибо, да. Да, с чего он начал говорить. Я думаю, это из этой области. То есть, накуролесил, а мозг-то не справился. Да, ничего, ничего в голову не шло, кроме старорежимного милостивого повелевать соизволил. Да, наверное, ты прав. ФСБ задержали участников закрытого интернет-сообщества, готовивших массовые убийства. 13 человек задержали. Представь себе ситуацию. Люди по сообщениям ФСБ готовили массовые убийства 1 сентября. Их задержали четвертого. Вот как это? Помнишь, в прошлый раз, ну не в прошлый раз, постоянно такое бывает, задержали тогда из Башкирии людей, из Татарии, которые готовили теракты в Москве на 9 мая. Первый из них задержали в 20-х числах мая, остальных в июне. Это вот как? Ну, они готовили. Потом терактов никаких нет. Как можно их за подготовку терактов задерживать, если прошли сроки, а терактов никаких нет. Понятно, что это все выдумка ФСБшная. То есть, первого числа должны были быть теракты. Задержали четвертого. Ну, ладно, мы они накануне задержали. Жуть, конечно. Я вообще просто охреневаю. И люди это хавают совершенно нормально. Рассказывают про каких-то предотвращенные теракты. И это предотвращенный теракт. То есть, 1 сентября должны были взорвать, четвертого задержали. Никто первого числа ничего не взорвал. Это предотвращенный. А как они его предотвратили, это непонятно. Или они на машине времени как-то могут там перемещаться. Не знаю. Для меня это загадка. И загадка, как нормально ватники это все хавают. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...